В Вологодском госпитале для ветеранов войн проходят около тысячи человек. Этому учебному учреждению уже 10 лет, и оно продолжает развиваться. О том, как работает госпиталь сегодня, расскажет Юлия Савинцева. Удобство человека. Видеокамера поставлена для того, чтобы пациента мы видели. Это современный цифровой флюорограф. Сделан по последнему слову техники. Благодаря высококачественному изображению он видит даже самые незначительные изменения в легких. А главное, пациент защищен от облучения. Такое новое оборудование Вологодский госпиталь для ветеранов войны получил в преддверии 9 мая. И это не единственное обновление в учреждении. Хороший дизайн, удобный в работе. У нас два аппарата таких мы поступили, получили буквально в последнее время. Это аппарат ультравысокочастотной терапии. Такие в госпитале три с их помощью борются с воспалительными заболеваниями. Старые аппараты постоянно ломались, и пациентам часто приходилось отказывать в лечении. Теперь таких проблем нет. Ежедневно человек 15 на каждый аппарат идет где-то. У нас их три, там еще аналогичные. Если был один, это было бы 40 человек на аппарат. Он мог даже от такой нагрузки не выдержать. Также в госпитале есть и современный аппарат ультразвуковой терапии. Лечение здесь проходят ветераны Великой Отечественной войны, участники других военных конфликтов, а также дружинки тыла. Вера Соколова, например, в войну рыло окопы под Ленинградом. А сейчас здоровье поправлять просто необходимо. Мне вот 90 лет, так меня здесь лечат в госпитале. Как участника выльную лечат, кормят, ухаживают. Слава Богу, все хорошо. Пенсия хорошая, на все хватает. Ежегодно лечение в госпитале проходит более тысячи ветеранов. Всего же за лечебным учреждением закреплены около 56 тысяч человек со всей Вологодской области. И каждый может получить здесь помощь бесплатно. На сегодняшний день у нас находится порядка 60 пациентов в стационаре. Как вы заметили, палаты двухместные в основном, оснащены нормальным, хорошим, современным оборудованием, мебелью, тумбами. Во всех палатах жидкокристаллический телевизор, потому что досуг пациентов – это тоже очень важно. Мы с вами понимаем, особенно пожилых пациентов, которые привыкли к телевизору в своих квартирах. Госпиталь живет, но он и развивается, тем не менее. Закуплено оборудование, установлена мебель. Надо сказать, что госпиталь в этом направлении поработал достаточно плотно. Они освоили средства в размере более 18 миллионов рублей. А в следующем году госпиталь отпразднует юбилей 10 лет. И перед этой важной датой нужно еще многое сделать. Уже скоро в учреждении появятся новые грузовые лифты. В планах приобрести дополнительное оборудование, чтобы ветераны смогли получить самую качественную медицинскую помощь.